Добрый день, уважаемые телезрители, в эфире канала 16, передача актуальной интервью и в гостях у нас директор МОБГОРАВТОТРАНС Григорий Васильевич Маяков. Григорий Васильевич, здравствуйте. 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 Горавтотранса, именно у Царовского. В чем была сложность ситуации? Как мы знаем, там была кризисная ситуация. В каком состоянии Горавтотранс в тот момент находился? Горавтотранс находился в ситуации плачевной. То есть были проблемы с запчастями, были проблемы с водителем УТРского штата, были кучи проблем с ГСМ, с задержкой зарплаты. Даже до такого доходило. Да, даже до такого доходило. То есть уже водители по-простому уже думали, куда идти, устраиваться на какую-то работу. Хотя многие из водителей работают там династиями. У некоторых там отцы работали, деды. И сами они работают там. И коллектив-то, я скажу, водители очень даже хороший. Не старый, есть молодые, кто хотят работать. И вполне готовы работать. Но что было до меня, я могу только примерно сказать. Придя на это предприятие, я увидел недоверие водителей к руководящему составу. Увидел проблемы с закупками запчастей, с проблемами с ГСМ. Ну вот с точки зрения именно перевозок, понятно, внутренняя кухня, самого предприятия, то есть это действительно там, возможно, неправильно налаженные процессы. Да, какой-либо. А вопрос в том, что ведь тогда стоял вопрос об исполнении вообще пассажирских перевозок в Сарове. Напомните, какие там были проблемы. Да, там был муниципальный контракт у Горавтотранса. Он в процент соотношении выполнения плана по муниципальному контракту составляло 70%. Это чтобы для населения было понятно, каждый четвертый автобус не выходил на линию. Это было связано с запчастями, изношенностью транспортных средств. То, алиазные изношены, они почти что уже на 100% были изношены. В связи с этим администрацией города Сарова было принято решение частично обновить парк. Тогда закупились пазы. Горавтотранс. Я вот уже как раз пришел, подключился к этому вопросу. В лизинг было приобретено 3 единицы транспортных средств. Еще одну мы выкупили, единицу у лизинговой компании, то есть 4 единицы. Водители, была проведена с ними беседа, даже чуть ли не с каждым индивидуально. Люди заработали, хотят работать. Изменена была система оплаты труда. Где-то в среднем заработная плата водителей была увеличена за счет средств Горавтотранса. Где-то на 30%. Если по статистике сказать, что январь-июль за 7 месяцев 2021 года средняя заработная плата составляла 28 тысяч рублей у водителей. За 2022 год январь-июль составляет 36 500 средняя заработная плата. Это то, что начислено и выплачено. Да, начислено и выплачено. Задержки заработной платы сейчас на данный момент нет. Потому, что были еще приняты меры с ГСМ. Стали приглашать всех участников, там, и Эскалу, Койл, и НСК, как бы участвовать. Происходили торги. Соответственно, топливо дешевело. Соответственно, тоже плюс Горавтотрансу. Опять же, были заключены все новые договора с поставщиками. Сокращены командировочные затраты. Сейчас почти все запчасти и горюче-смазочные материалы доставляются до склада Горавтотранса. И все это привело к как раз вот эти деньги. Мы потратили на поднятие заработной платы водителей. Это 30%. 10% это РИМ-зоны. ИТР. Я тоже сделал кадровую переостановку. Заработную плату у ИТР осталась прежним, как и была. То есть, никаких поднятий у ИТР не было. Кстати, сколько работает в Горавтотрансе? В общей сложности 150 человек работает в Горавтотрансе. Из них водители и ИТР? Из них где-то 60 водителей. 60 водителей. Конечно, водителей не хватает. Кто-то до всей этой плохой ситуации, кто-то не выдерживал, уходил. В какие-то там частные организации. Кто-то подавал анкету в АВНИЕФ. Ну, сейчас, как бы, я вижу с этой ситуацией люди заинтересованы, смотрят, звонят, спрашивают. Как бы, даже готовы рассматривать вариант обучения. Потому что водителей не хватает категории Д во всех предприятиях Нижегородской области. Это не только проблема у Горавтотранса. Это и Дивеева все. То есть, проблема с категорией Д очень большая. Давайте поговорим немножко об экономике. Один из базовых вещей дает 150 человек коллектив. Какой сейчас бюджет у Горавтотранса? У нас в муниципальном контракте он с 2018 года не менялся. 93 миллиона. Это касается бюджетных денег по муниципальному контракту? Вот этих 93 миллиона, чтобы просто все понимали. Этих денег хватает заработный фонд, налоги и ГСМ, оплата. Остальное запасные части, коммунальные платежи, еще какие-либо другие лизинговые платежи, которые сейчас у нас. И это все из заработанных денег, заработанных денег, Горавтотранса. Это которые билеты, соответственно, субсидии областные? Субсидии, да. Билеты, субсидии областные. У нас субсидии выделяются за перевозку социальных граждан, льготных категорий граждан. Министерством транспорта нам выделяется ежемесячно субсидия. Проведена работа была с водителями. Водители стали просто к аппаратам прикладывать карточки социальных граждан. То есть это вопрос как раз обелечивания, фиксации поездки льготного пассажира. Да, да, да. Все верно. Как-то я не могу сказать, что было до меня, и не хочу кого-то обидеть, но получалось так, что водители считали, что льготные категории граждан им не платятся. Вот с этим мы как раз провели работу и объяснили, что там в расчеты их незарпной платы и входит вот это обелечивание, что бухгалтерия все это считает, сколько обелечивали. И когда они это поняли, действительно, что их не обманывают, им платят за каждого человека, в среднем за каждую транзакцию платят рубль. Неважно, там социальные ли граждане или карта, какая-то студент, без разницы, им платят рубль. Вот когда они это все поняли, они стали действительно обелечивать. Как это повлияло на количество поездок? Если даже честно сказать, у нас иногда составляла выручка за целый день водителя наличными деньгами 22 рубля. Сейчас... 22 рубля – это одна поездка? Да. Ну, якобы вот провез вот он. Было недоверие. Недоверие между ЭТР и водителями. Как-то там... Я не берусь там как-то говорить, кто плохой, кто хороший. Ну, индивидуально, с кем-то в общем разговоре. Водитель убедил, и они работают, как бы они сейчас сдают и безналичную выручку, обелечивают социальных граждан, сдают и наличную выручку. Доходит у нас... Получают с этого свой процент в зарплате. Да, получают свой процент в зарплате. Соответственно, почему у них и поднялась заработная плата? У них не было классности. Ну, это у водителя есть первый класс водителя, второй, третий. Вот, когда я пришел, мы как раз провели работу над этим, что вернуть 10% за классность. Вернули. Сделали процент от обелечивания. Им стало интересно. Они уже хотят выйти работать. Даже кто-то готов и подрабатывать. Ну, и какой итоговый результат, да? Вот прошел год с того момента кризиса. Как сейчас Горавтранс исполняет этот муниципальный контракт? Ну, мы сейчас 99% пополнения. Там 1% это пробки, час пик. И, ну, бывает, когда автобусы... У них же за одним рейсом идет следующий рейс. Вот, допустим, он встал на Музруково в пробку. Ему надо выполнить уже следующий рейс. А он на следующий рейс не успевает. И вот как раз вот этот 1% и есть. Но мы даже ввели резерв. У нас по 2 единицы резервного транспортного средства стоит на автостанции тупиковой. Всегда в случае, если что-то происходит, выезжает резервная единица. Он не дома спит. Он не находится в гараже Горавтранса. Он находится именно на работе, чтобы оперативно принять решение сразу же. И я так понимаю, начал соблюдаться расписание. Ведь основной претензией жителей, да, это то, что ты вроде бы ждешь автобуса. Он вроде бы как согласно расписанию должен прийти, но не приходит. Да, это вот как раз получалось, что вот как раз я и говорил, 70% пополнения, что каждый четвертый автобус не выезжал. Ну, да, где-то там были какие-то заминки. Сейчас мы провели работу тоже над расписанием, над летним расписанием провели работу. Мы, как раньше, ввели 19С, это который через Курчатово едет в Балыково, по новому району. Ввели тройку. То есть мы даже взяли еще на себя нагрузку к этой сумме муниципального контракта, что осуществляют именно эти два маршрута. Сейчас они спокойно, автобусы соблюдают расписание. Автобусы почти все выходят. Расписание раздвинули, чтобы не было такого, что человек мог постоять, подождать пять минут, спокойно уехать на автобусе. А не так, что проехали... Три автобуса гуськом и полчаса. Да, три автобуса гуськом полчаса нет. То есть мы эту ситуацию исправили, и в этом плане мы и работаем, и стараемся. Это, соответственно, влетет уже, чтобы люди доверяли, опять же, ездили. Понятно, что мне достали связы с английскими двигателями, с коробками автомат, немецкими. Сейчас, сами понимаете, запчасти, накатские двигатели выросли почти на 500%. Они вообще есть? Да, в каких-то частях их нету даже. Обращались уже на завод ВНИЕФ, чтобы они нам изготовили какие-то детали, потому что других вариантов у нас нет. Но ведь есть еще и частные перевозчики. Вот у многих неоднозначное отношение к пазикам. С другой стороны, они создают какое-то определенное удобство. Вот как вы считаете, все-таки они больше зло, или как-то с ними нужно бороться, или пускай они будут? Ну, знаете, я сказал аккуратно, Горавтотранс, я всегда считал и буду считать, что это инструмент перевозки в городе Сорове. А частные перевозки – это вспомогательный инструмент, который должны дополнять. К чему задаю этот вопрос, да, вот это взаимоотношение, по сути, между администрацией, муниципальным предприятием, частными перевозчиками? Потому что, мне кажется, что один из главных инструментов в руках администрации – это, да, муниципальный перевозчик. А с другой стороны, у вас ведь есть такая серьезная функция, которую, как бы, никто особо не задумывается, не вспоминает. Но в случае чего Горавтотранс будет эвакуировать людей? Да. То есть это вот одна из ваших уставных задач, да, в случае чрезвычайной ситуации вместе с Умятом эвакуировать город? Да, все верно. Давайте поговорим про тарифы, потому что история с повышением тарифов на перевозке достаточно сильно всколыхнула обсуждение, да, и сейчас рабочая группа в городской думе продолжает обсуждение этого вопроса. Уже прошло одно заседание. Главный вопрос – для кого подорожает проезд? Проезд подорожает для работающих граждан города Сарово. Проезд не поднимался, увеличение с 2018 года не производилось. И, сами понимаете, ну, все мы живем, как бы, на заправке, на стеле с 2018 года, насколько подорожал ГСМ, насколько подорожала, в связи с всей сложившейся ситуацией в стране, подорожала та же резина. Еще раз, кацовские двигатели, ремонт, их запчасти увеличились почти на 500%. Некоторых запчастей вообще просто нет в наличии. И в связи с этим нам просто приходится. Да и банально даже надо просто индексировать зарплату. Ну да, опять же, индексировать зарплату. У нас, как каждый год в муниципальных предприятиях должна производиться индексация. К сожалению, индексации в муниципальном контракте не заложено. Вот когда я пришел, мне водители, ремонтную механическую мастерскую, слесаря, много задавали вопросов, почему не происходит индексация. Ну, вот сейчас мы к этому, будет у нас увеличение, мы к этому придем. И я, как бы, думаю, что на следующий год мы проиндексируем. Давайте вынесем ясность. Для работающих, вот увеличение тарифа, как вы говорите, для работающих пассажиров, это значит те, кто оплачивает разовый проезд. Да. То есть это только разовый проезд подорожает. Да, продолжает только разовый проезд за наличный и безналичный расчет. Но а для проездных? Для льготных, социально защищенных граждан, это пенсионеры, школьники, студенты. Для них ничего не поменяется, потому что сумму проездного, которого они, ну, как по-простому, платят или пополняют свои карты, сетикарты, пополняют их, они устанавливаются областью. Ни одно предприятие, оно не вправе в какую-либо сторону менять стоимость этого проездного. Мы к этому вообще никак не относимся. Есть областью выбран сетикарт, на которой выдает эти карты, там, на почте или где-либо, там, предоставление документов пенсионных, там, еще каких-либо студенческих, школьных выдает. Вот они пополняются, там есть разные поездки, 40, 39, там, еще, там, на три месяца, там, есть разные условия. Для них, как бы, сделано областью вполне лояльно. Если раньше были бумажные книжечки, они каждый талончик отрывали, отдавали водителю, там было 39 поездок, и вот он определенную сумму там стоил, то сейчас, как бы, сделали даже, и он действовал только месяц, то сейчас сделали, что некоторые проездные у пенсионеров даже можно три месяца использовать. Положив 300 рублей, три месяца можно спокойно ездить. То есть, я правильно понимаю, подорожает разовый проезд. То есть, если ты случайно решил воспользоваться, да, тебе надо срочно уехать, вот ты решил сесть в автобус, то теперь будет не 22, а вот предлагается 33, но я так понимаю, что будет меньше, потому что уже есть какие-то компромиссные решения, посмотрим, пока не утверждено. То есть, меняется вот именно эта плата разовый разовый. А то, что вот у вас проездные, тем более, если вы социальные категории, если у вас студенческий, школьный, пенсионный проездной, да, он не поменяется, и люди больше платить не станут. Стоимость его устанавливается правительством области, никак оно не может меняться, никак оно не повлияет. Есть у нас еще, покупают проездные организации для своих работников. Мы также готовы на заседании Думы рассмотреть этот вопрос, чтобы они или немного увеличились, или остались на том же уровне, но при условии, опять же, каких договоренностей, там сколько покупают проездных, что, сами понимаете, предприятию более выгодно, они перевели безналом, как бы они ездят уже проще. У нас ДЭП покупают для своих сотрудников, у нас Центр ЖГХ покупают для своих сотрудников проездные билеты, как бы у нас это каждый месяц. То есть, вот эта цена, вот этого проездного, служебного, она может как раз варьироваться этой индивидуальной договоренности? Да, да, мы как бы, я думаю, что мы придем на каком-то еще очередном заседании, придем к этому, мы предложим, там, может быть, увеличение, но не настолько, как бы, что я понимаю, что все муниципальные предприятия сейчас в городе Соровне, в лучшем положении. Но ведь, смотрите, повышение тарифа, это ведь не единственная мера? Нет. По идее. Вот что еще может быть в комплексе, да, как вот с вашей точки зрения должно развиваться сейчас предприятие? Ну, вот, смотрите, я как бы хотел бы забежать на будущее, и вижу это так, что, ну, по-простому сказать, что городские перевозки, они, ну, никогда не были прибыльными. Есть перевозки, которые прибыльные, заказные, междугородние, и вот тем самым и надо этот аспект этот развивать, но развивать поэтапно, потому что рынок, он сейчас у нас очень загружен. То есть, собственно говоря, уже реализуя базовую потребность, да, в городских перевозках, надо заниматься коммерческими уже, да, перевозками, и тем самым, по сути, наполнять кровью муниципальные предприятия. Все правильно, потому что, вот, городские пассажирские перевозки мы не сможем, нет, мы сможем сделать их прибыльными, но, знаете, каким образом, если бы мы из, там, по 1 из 10 рейсов, там, из 15, мы будем делать 5, которые, вот, по наполняемости. А если мы, если передо мной стоит задача не сокращать, а, наоборот, увеличить рейсы, чтобы для граждан это было комфортно, чтобы он мог выйти каждые 3 минуты сесть на автобус. Ну, тут о какой-то прибыли очень сложно говорить. Ну, я так, каждые 5 минут у нас на стадионе почти получается, идет автобус, да, то есть, там есть разрывы, но в час пик у нас по каждые 5 минут идут автобусы. Сейчас 99% выполним планы еще раз. Думали ли вы, надо маршрутом от КПП-3 до Цыгановки? Он же считается межрегиональным, фактически. Ну, да, он межрегиональным, но рынок сейчас там не особо такой большой. Там, как раз, вот, Дивеево, там есть маршрут Сатис, как раз Цыгановка. Они заезжают в Саров? Нет, в Саров они не заезжают. Ну, я имею в виду, до КПП-то они доезжают? До КПП они доезжают, да. То есть, вот, они курсируют, это Дивеевский маршрут. Возможно, может быть, с присоединениями земель в последующем будет маршрут... В Технопарк? В Технопарк, из Сарова в Дивеево, собирая людей в тот же выходной день, а то везя их в Дивеево. Может быть, я только за развитие этого всего. В тот же Технопарк я полностью согласен. Смотрю, как он развивается. И вот, как ни сегодня, я поговорил с директором Технопарка, и он обратился как раз к нам, чтобы мы еще дали дополнительный автобус для развития Технопарка, потому что резидентов все больше и больше становится. Ну и напоследок, стоит ли ожидать возвращения перевозок в Нижний Новгород, как это было раньше? Стоит как бы мы... Вот как раз мы и говорим, что с юридической стороны... Я, опять же, не знаю, по каким причинам был маршрут Саров-Нижний Новгород ликвидирован. То есть, было написано в Министерстве транспорта письмо, что в связи с нерентабельностью прошу прекратить этот маршрут. Сейчас этот маршрут под номером 3-5. Он выиграл его соло-авто, перевозчик Нижегородский. На данный момент он сам не ездит, уже с 2017 года. И маршрут за ним. Он его как бы не отдает. И тут вот как раз юридическая сторона, что я обращался в Саровскую администрацию. Мы совместно писали письма Министерства транспорта, чтобы как бы разрешить этот вопрос. Ну, пока ответа, вот насколько я знаю, никакого нет. Мы не можем взять и просто поехать. Потому что мы нарвемся на большие штрафы и не можем. Ну, как бы... Тут есть ряд моментов. Ну, то есть, юридические сложности, которые нужно решить. И после этого уже запускать маршрут. Да, после этого запускать маршрут уже. Сейчас, в принципе, самый тот вопрос, когда закупать. Те же вот они ездят на китайских автобусах. Они сейчас продают, китайцы продают от доллара. Доллар, соответственно, все понимаем, упал. Автобусы, там... Китайский автобус 30-местный стоит там в районе 7 миллионов. Комфортабельный. И вполне обслуживание. Нижний Новгород, все запчасти есть, как бы все. И я думаю, мы только за развивать вот все, все связанное, что с Междугородкой, заказным перевозком. Что приносит деньги, чтобы вливать их в гору Автотранс. И как-то помогать. Поднимать гору Автотранс. Потому что, ну, столько лет уже парк изношен. Надо, то есть, какие-то меры предпринимать совместно. Что сейчас, как бы, администрации делают, помогают. Я, Григорий Алексеевич, вам пожелаю успехов в вашей работе. Действительно сложные, да. Во-первых, впереди год, да. Как вы работаете. Да, и на будущее. Да, и всем вашим планам, чтобы они сбылись. Муниципальное предприятие должно жить, с моей точки зрения. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. И увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова